здравствуйте мои хорошие сегодняшнее видео будет как нулевой день очистки по марве огня вы меня спросили что это такое я вкратце расскажу и кстати я не могу ответить на некоторые комментарии я могу ответить только на самые последние которые я вижу а на остальные не могу ответить я не знаю может быть эта проблема именно с планшетом и с мобильными но пока вот такая вот проблема но с youtube улучшились какие-то вот сам youtube улучшился для планшетов я это увидела то есть намного проще работать именно с планшета поэтому все прощаем и простите меня если я вам не отвечаю я все комментарии читаю но я не могу ответить поэтому я отвечаю именно видео что это за чистка и потом посмотрю каждый день буду рассказывать как это протекает у меня что я ощущаю и все такое да мой опыт так вот начнем с того что это моя вторая чистка первая была семь дней сразу же говорю если кто-то есть и хочет после лактации как и русско что после лактации должно пройти некоторое время потому что я сделала ну первый же месяц после остановки лактации и случилось так что 3 литра чая в день все-таки влияет на то чтобы молоко начало возвращаться поэтому не делайте так надо чтобы прошло какое-то определенное время до чтобы остановиться совсем 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 лактации поэтому меня уже прошло почти полгода и я решилась опять это сделать и кстати очень-очень рада что все-таки пришло время потому что я очень долго ждала чтобы что-то сделать потом вам надо посмотреть видео марва огня любое в общем в гугле либо в youtube пишите марва огня лекция вам выдаст видео посмотрите видео которое должно быть хотя бы два часа тогда вы поймете тогда у вас будут ответы на все возможные вопросы вокруг этой темы я это то что я вам рассказываю это просто делюсь с вами своим опытом я не говорю чтобы вы это делали я не говорю даже как это делать то есть она все рассказывает как это делать вкратце в принципе очень хорошо рассказала фракторианка тоже блогер тоже виктория и она вот вкратце у нее видео все как бы собранные насчет этого всего то есть чистки по марве чистка от паразитов и вот это все у нее все это есть могу посоветовать хорошие видео действительно такие какие должны быть поэтому не вижу смысла вам тоже рассказывать ничего особенного сложного нет сложной для меня лично для меня это только соль который я буду пить сегодня английская соль и все и сложные не то что сложные но надо вбиться в колью до первые два дня два-три дня когда у вас уже вырабатывается режим вы сложимся в 9 у меня раньше был очень другой то есть сейчас да дочь засыпала 8 8 30 потом я ждала мужа приходил муж и его кормила мы смотрели телевизор потом я шла спать и потом он еще досматривал телевизор и он приходит спать сейчас это будет все по-другому дочь идет спать потом иду спать сразу же я то есть душ и баюшки просыпаться надо в 5 утра чтобы успевать вот эти процедуры утренние и все вот два-три дня в это проделаете и потом она идет но совершенно то есть запросто по крайней мере для меня это было совсем совсем могу посоветовать если кто-то боится именно что а что это тяжело совсем тяжело тяжело в смысле тяжело даже тяжело надо просто выработать режим первые два дня если первые два дня у вас прошли это все запросто вы можете это делать уже как-то на автомате автопилот все выпили все все хорошо то есть ничего такого супер сложного и вообще сложного в этом нет а плюс не ну как будут помогать всем то есть я сказала что я буду делать эту чистку и помогать как то есть не будут есть никто нас все будут есть вверху то есть моя секрет будет готовить все завтраки ужины и обеды и все наверх это будет есть но если вот такой возможности нет и вам надо готовить то единственное что советую несколько первые первые дни когда вот именно вы не еще не знаете что это такое как это происходит и вот именно ваш личный опыт наготовили кушать поставили на стол и уходить просто другую комнату либо как я делала в первый раз я брала просто огромнейшую-огромнейшую кружку с чаем и я попивала чай когда все кушали и больше никаких проблем у меня не было вот и все надеюсь что я как-то ответила приблизительно стоит такое а вот и английская соль в греции продается по килограмму то есть по граммах нет и кстати ее можно использовать для разных масок чтобы выводить токсин и мой чай и вот здесь я буду заваривать именно чая здесь получается литра с половиной и вот такая вот у меня грелка совсем простая продается в бледле что-то за семь евро и и надо нагревать в духовке либо в в микроволновке но я буду ли это делать духовке то есть на 20 минут 120 градусов это самая большая температура которую как бы можно сделать вот уже залила чай чай стоит и ждет и вот уже нагревается грелка вот соль ее надо очень хорошо разбавить с водой то есть чтобы не было совсем совсем не видна соль вот что получается прозрачная вода без запаха выпила уже воду и начнем уже чай и кстати о мёде хочу сказать что очень хорошо когда капелька капает и возвращается вот так вот назад тогда мед хороший как бы это самое простое правило ну так что от меня пока и увидимся завтра когда я вам буду рассказывать о своих ощущениях пока пока